В разгаре Международный Чеховский фестиваль и в этом году критики прочат роль главного героя смотра, внуку знаменитого Чарли Чаплина, Джеймсу Тире. Клоун, акробат, танцовщик и поэт, он представит публике свою постановку, где одновременно является режиссером, сценаристом, автором музыки и исполнителем. О своей постановке он рассказал нашему корреспонденту Кристине Левиевой. Где ты пропадал целый час? Спросили как-то родители маленького Джеймса Тире. Разговаривал с лягушкой, не задумываясь, ответил пятилетний внук Чарли Чаплина. Сегодня ему 43, и он продолжает выдумывать новые невероятные истории. А мы ему верим. Актер, танцовщик, акробат, мим. Во всем мире его давно называют гением, но, как известно, великому таланту всегда сопутствует одиночество. Спектакль «Лягушка» была права как раз об этом. Я слышал, что в России очень много сказок про лягушку. Это волшебное существо. Оно может превратиться в прекрасную девушку или принца, а может стать чудовищем, которое держит детей в подземелье. Но я не выбираю конкретную сказку. Я лишь пытаюсь создать ту атмосферу, таинственную, мистическую, как в детстве. Главные герои его сказки – взрослые дети, такие же, как и сам Тире. Их похитила бессмертная принцесса подземного царства в отместку за свое разбитое сердце. Но смогут ли они вернуться в забытый земной мир, когда бесконечная лестница ведет в никуда, а сражаться приходится то с законами притяжения, то друг с другом? Это притча о любви, предательстве и о стремлении человека к свободе. И только он может рассказать ее так проникновенно и трогательно, будто гипнотизируя каждым движением и завораживая тем самым чаплиновским взглядом. И даже когда Джеймс Тире говорит на придуманном им языке, все понятно. Мы называем его гибридж. Это такой гибрид всех известных нам языков. И мне кажется, что он понятен всем, ведь по сути мы все говорим одинаково. Одинаково радуемся и грустим. Хотим что-то или наоборот не хотим. Главное тут играть с интонацией. Абсолютный любимец публики Джеймс Тире, как всегда, привез в Москву тонны сложнейших декораций. Чего только нет среди этих причудливых вещиц. Есть и полуразрушенная мебель, и старинный рояль, и даже огромный стеклянный бассейн. Декорации тоже плод неуемной фантазии Тире. А еще он написал музыку к спектаклю, те самые голыбельные в жанре соу, которые то и дело напевает детям коварная лягушка. Это уже четвертый приезд Джеймса Тире в Россию. Впрочем, он не единственный из династии Чаплина, кто гастролирует по миру со своими фантастическими постановками. На Чеховском театральном фестивале гостила и его сестра Аурелия. Кстати, у любителей театра есть еще целый месяц, чтобы успеть увидеть самые популярные спектакли мира. Совсем скоро в Москву приедут новые хиты от Робера Лепажа и Питера Брука. И впервые в столице феномен из Нидерландов. Режиссер Ива Ван Хове. За последние несколько лет он получил все мыслимые театральные награды. От премии Лоуренса Оливье до американской Тони за свои работы на Бродвее. Билеты на его одержимость с Джудом Лоу в главной роли. В лондонском театре Барбикон раскуплены на год вперед. Зрители же Чеховского фестиваля уже на следующей неделе смогут увидеть его тайную силу. Спектакль, который западные критики называют уникальным по красоте и нокау страстей. Ну а пока свою порцию непрекращающихся оваций получает Джеймс Тире. Зрители аплодируют стоя, долго не расходятся и дежурят у служебного входа. Быть может хотят спросить, что же все-таки тогда ему сказала лягушка. Она сказала, ты ничего не знаешь о жизни, Джеймс. Это, конечно, была моя фантазия. Прошло много лет, и знаете, мой папа, когда не понимает меня, до сих пор шлет сообщения с текстом. Она была права. Лягушка была права. Кристина Левиева, Татьяна Бодрова, Геннадий Константинов, Первый канал.